Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, я сказал, мы запустили двигатель Хорошо, вы можете изменить курс? Я ничего не могу сделать, ничего не могу сделать, потому что у меня проблема с двигателем Спасибо за информацию В море! Я не знаю, что случилось, дайте мне посмотреть Фактически капитан данного корабля признал свои действия О чем, кстати говоря, есть аудиозапись Но дело в том, что 30 марта, буквально несколько дней назад Абсолютно подобную ситуацию повторили два судна Судна, которые шли на перерез, резко изменив свой ход Нашей баржей, нашим техническим судам Которые на самом деле, следуя параллельным курсам данных кораблей и судов Фактически собой и прикрывали фортуну По международным правилам, вокруг судна трубоукладчика А их теперь в датских водах даже два Накануне к фортуне подошел академик Черский Образуется полуторамильная зона безопасности Это требование нарушают не только польские рыбаки Или те, кто ими прикидывается К регулярным облетам района строительства Разведывательными и противолодочными самолетами НАТО Добавились регулярные вторжения в зону безопасности силами ВМФ 29 марта в непосредственной близости от трубоукладчика Маневрировал польский корвет с бортовым номером 823 А сутками ранее, недалеко от фортуны, всплыла неопознанная субмарина Подводная лодка всплыла в зоне менее одной морской мили без опознавательных знаков Поэтому принадлежность к какому-то зарубежному государству установить не удалось По преимуществу суда и военная авиация принадлежат военно-морским силам Польши Подобные действия, как вы понимаете, приводят к тому, что могут быть повреждены наши суда А конкретно судно-трубоукладчик Фортуна Я думаю, что именно эти цели и преследуют подобного рода провокации Поляки, конечно, не самостоятельны Ими управляют из Вашингтона Провокационные действия на море приобрели регулярный характер после недавней встречи министров иностранных дел НАТО На которой госсекретарь Блинкен подтвердил намерение США помешать завершению строительства и сертификации газопровода А также грозил санкциями немецкому коллеге Маасу При этом, потеряв надежду добиться взаимности от нынешнего правительства Германии Администрация Байдена делает ставку на зеленую оппозицию и своих людей в Бундестаге Проект является серьезным камнем преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений Американцы ждут от нас, что мы не только поменяем риторику, но наши действия будут говорить за нас Поэтому я выступаю за мораторий на строительство Северного потока-2 Правительство Меркель, очевидно, ни на какие моратории не пойдет В преддверии выборов на фоне падающих из-за локдаунов рейтинга власти Отказаться от проекта, который так защищали, означает и вовсе потерять избирателя Самая большая опасность одновременно и для партии Меркель, и для Северного потока-2 Это зеленые, которые стали главными политическими бенефициарами пандемии Отлично вписываются в ультралиберальную идеологию и энергетическую стратегию Вашингтонского политбюро Зеленые имеют хорошие шансы, если и не сформировать следующее федеральное правительство То, по крайней мере, войти в небо Несколько месяцев до выборов в Бундестаг и несколько месяцев до завершения Северного потока-2 Осталось построить 120 километров Казалось бы, ну совершенно разные вещи, однако в ближайшее время в информационном поле Они будут очень тесно связаны между собой Посредством немецких зеленых и польских рыбаков Михаил Антонов, Анастасия Барковская, Андрей Путро Центральное европейское бюро Вести